Добрый день, это Игорь Виттель, это Продокс с Игорем Виттелем. Сегодня обсуждаем кинематограф, экономику кино. Мы сегодня обсуждаем. Пишите нам на сайт finam.fm на странице нашей программы или телефон студии 6510996, код города 495, ежели вам есть что сказать о кинематографе. В гостях у меня Андрей Терешок, член совета директоров сети кинотеатров «Формула Кино Кронверк Синема», Сергей Китингер, директор национальной сети кинотеатров «Синема Парка», Олег Иванов, гендиректор независимой следственной компании «Мувересерч». Начнем с Олега. Олег, значит, наша Госдума, как ее в последнее время нежно называют, «бешеный принтер», в очередной раз в нее внесли законопроект, который теперь предлагает существенные изменения на рынке кинопоказа. Я сейчас на пальцах радиослушателям объясню, вы меня поправляете, что там не так. Во-первых, насколько я помню, предлагают установить квоты на показ иностранных фильмов. Российские фильмы должны составить в кинотеатрах не менее 20%. Я правильно излагаю, да? Есть два варианта, на самом деле. По-другому наоборот, по-моему. По-другому наоборот. Это не закон Паретто, я так понимаю, вертят в любую сторону, как захотят. И второй законопроект по поводу отмены льготы на НДС. На выручку от продажи билетов на иностранные фильмы в российских кинотеатрах. Да, да. На самом деле я хочу сначала какие-то слова по поводу процедуры. Меня очень удивило на слушаниях, которые состоялись в этот раз в Госдуме. Какая-то странная ситуация сложилась, когда кроме тех, кто выносит законопроект, не нашлось ни одного человека, который бы его вместе с ними защищал или аргументировал. Потому что сама пояснительная записка, которая была приложена к этому законопроекту, она там на одной или на полутора страницах. И в ней нет ни одного аргумента в пользу того, что этот законопроект следует действительно принимать. Какого бы то ни было прогноза или какого бы то ни было обоснования. На секунду тогда перебью к Андрею вопрос. Андрей, но я обычно, когда вот такие вещи происходят, мне сразу возникает вопрос, кому это выгодно, да? Ну, я понимаю, когда Милонов в очередной раз что-нибудь в Питере выносит, ну, скорее всего, человек просто занимается дешевым пиаром, выпендривается, простите за выражение, да? Когда принимают какие-то определенные законы, там, по популистским мотивам, еще по каким-то, я примерно понимаю. Тут это кому может быть выгодно? Это чем мотивирован шаг? Я думаю, что кроме пиара здесь мало что можно придумать, потому как все, кто имеет маломальские отношения к российскому кино, понимают, что российскому кино это точно не выгодно, точно вредно. Почему? По целому ряду причин, потому что ни одна из целей, наверное, благородных, да, поддержки российского кинематографа этими законопроектами не достигается. А какими, интересно, вот достигается? Ну, их, я думаю, целый ряд таких проблем, которые надо решить. Не надо ли поддерживать вообще российское кино? Абсолютно точно надо. Российскому кино действительно тяжело выдерживать конкуренцию с большими зрелищными американскими фильмами. Это действительно так, поддерживать надо, мы все здесь живем, мы граждане этой страны. Но не такими мерами. Ну, безусловно, лучше поддерживать, чем убивать поэтому. Сергей, тот же вопрос, кому это может быть выгодно? Ну, некрасиво выглядит вообще история, которая называется единственный такой устойчивый бизнес, причем инновационный и правильный, который создан вообще в киносфере, является сегодня кинопрокат. Кинопрокат, мало того, что он... Вы считаете, что в России единственный инновационный бизнес, который... А давайте вот просто обсудим и докажу, почему это так. Во-первых, рост кинотеатров и вообще тема кинопроката, она возникла в начале 2000-х, когда появился предмет, то есть доступ на рынок голливудского контента. Второе, появились современные форматы мультиплексов, с современным оборудованием и инновационным подходом к этому бизнесу. Сложилась новая естественная структура, то есть бизнес, который сам себя окупал и позволял этой сфере развиваться. В итоге сегодняшний кинопрокат России состоит из очень современных, хороших кинотеатров, комфортных, удовлетворяющих достаточно большой круг зрителей, и это подтверждает тот рост по проданным билетам, по выручке, а мы сегодня уже... Я рад за ваш бизнес, причем здесь благо, инновации и социальная нагрузка, на которую так любят уповать. Я рад, что у вас все хорошо с бизнесом. Поверьте, ни в коем случае хороший бизнес, замечательно. Если этот закон мешает именно вам, к сожалению, ежели он наносит вред вообще российскому кинематографу, кинематографу в частности и зрителям, это плохо. Дело в том, что кинопрокат является единственным тем самым драйвером, который позволяет сегодня кинопроизводству, а именно продюсерам этого фильма, российских фильмов, именно создавать, во-первых, свой контент, а потом его показывать в наших кинотеатрах. И это означает, что сегодня нужно российскому кинематографу, это то, чтобы российский зритель, а он именно является благодатной публикой, который может принести деньги за билеты, и только в Россию он принесет российскому продюсеру, это позволит окупить это кинопроизводство и окупить этот фильм. Замечательно. За грубежный зритель не будет смотреть, например, американский зритель, фильм про нашего Юрия Гагарина, который осваивает космос, и люди в Америке не будут плакать под нашим флагом. Прекрасно. Отчасти согласен, Олег. Но вы меня простите, но из того, что я видел из российского кинематографа, все это можно разделить на две части. Одно это такое условное фестивальное кино, которое все равно в прокате не окупается и собирает чудовищные сборы. При этом фестивальное это не значит хорошее. Оно действительно может быть хорошим, может быть плохим. Оно не появилось бы без господдержки, скорее всего, но вполне возможно, что и хорошо, если бы не появилась часть из этого кинематографа. Масс-маркет за последние годы, да, мы видели резкий всплеск качества неожиданного российского кинематографа, и я допускаю, который случился благодаря именно сети кинопроката, который пришелся на середину двухтысячных. То, что последние два-три года появляются в кинотеатрах, причем тех же режиссеров, но если бы это не появилось на экранах, я думаю, никто бы, включая и вас, и меня, не расстроился бы. Поэтому не надо нам рассказывать за российское кино, как говорят в Одессе. Оно вполне возможно, может быть, пусть его пустить на вольные хлеба, действительно поддерживать какое-то высокохудожественное кино, не глядя на его прокатные сборы. Но не надо ссылаться на него, при том, что без проката российского оно бы не выдержало. Оно и так не выдержит. Но при этом, если законодатели предлагают такую долю установить, и когда в этой доле практически нечего показывать, то есть нет картин, которые могли бы заполнить экраны, тут как раз и существует тот самый парадокс, по-моему, так в вашей передаче называется. То есть ситуация парадоксальна. Вы, на самом деле, не совсем раскрыли до конца, что, собственно, они предложили. Давайте я вас перебил, просто я хотел уточнить сразу, кому вы... Да вы рассказывайте, я послушаю. Так вот, если говорить про НДС, то что предлагает Железняк? Он считает, что нужно отказаться от льготы по НДС на иностранное кино. Фактически это приводит к автоматическому удорожанию стоимости билетов на 18%. То есть кто в этом случае выигрывает, кто проигрывает. Ну, естественно, вы переложите это на счет, не вы конкретно, а прокат переложит это на счет зрителей, насколько я понимаю. В конечном счете зрители платят эти 18%. Поэтому получается, что это такая асоциальная мера. То есть если у нас и так сейчас дорогие билеты и школьники, студенты, в принципе, не всегда могут себе позволить так легко пойти в кинотеатр, то при удорожании еще на стоимость НДС, получается, как бы пропадает для некоторых социальных категорий населения, как говорят, да, возможность попасть в кинотеатр. А куда пойдут эти 18%? Они пойдут в бюджет, потому что НДС всегда, собственно, в бюджет, но эти деньги не будут иметь отношения никакого к развитию российского кино. Вот. А чем мотивирует тогда Железняк, Андрей? Чем мотивирует Железняк? Это хороший вопрос к Андрею. Нет, ну мне интересно просто, ну на ваш взгляд, да, чем он может это мотивировать? Больше сборов в бюджет? Господин Железняк мотивирует это тем, что достаточно уже хватит поддерживать американского производителя. Ну, как вот Олег уже пытался объяснить, и на круглом столе мы это тоже обсуждали, что, собственно говоря, американский производитель никоим образом не пострадает от отмены этой льготы. Дело в том, что они и сегодня являются платежками НДС. Они его платят, все как положено, и то, что отменит льготу, ударит исключительно по кинотеатрам. А в конечном нет, ну не по кинотеатрам, по зрителям. Вы же не будете платить за... Кинотеатры, я уверен, будут вынуждены часть этих затрат переложить на зрителя. Что значит будут вынуждены? Это всегда происходит одно и то же. Как только в бизнесе появляются новые налоги, их обычно перекладывают на конечного пользователя. Проблема в том, что сегодня цена на билеты и так достаточно высокая. Рост цены был вызван, я думаю, последние полтора-два года отчасти ростом 3D-технологий, которые существенно удорожали. Поэтому цена билета в России сегодня очень высокая. И взвинчивать ее до бесконечности невозможно. Поэтому поднять стоимость билета даже на все 18% конечно не получится. Я думаю, там процентов 10-12 он поднимется, а остальное ляжет тяжким временем на плечи кинотеатров. Еще одна особенность, собственно, Железняк считает, что он таким образом оказывает льготные условия российскому кино и тем самым выставляет заслон или какие-то особые преграды. То есть на российских фильмах билеты будут стоить дешевле, правильно? Но при этом они все равно будут стоить одинаково. Потому что в любом случае кинотеатры будут устанавливать единую стоимость билета, а с чего-то платить НДС, с чего-то не платить. И при этом получается, что то, что Железняк якобы предполагает в этом законе, оно там уже реализовано. Потому что НДС с иностранных кинопроизводителей или с дистрибьюторов, которые привозят эти фильмы в Россию, никаких льгот у них не существует. И этот НДС взимается. То есть они со своего дохода уплачивают НДС в полном объеме по ставке 18%. И все у них в этом смысле абсолютно не льготировано. Но вот это вот вторая мера, Сергей, кому может быть выгодно? Потому что я же с Железняком знаком. Вы понимаете, разные есть мнения, но он не производит впечатление уж такого идиота. На самом деле появление одного и другого законопроекта, Литвинцева и Железняка, они связаны с тем, что существует просто пустая ниша, которую недоработали сегодня в нашей киносфере. Кинотеатры являются таким раздражителем для многих из них просто потому, что, во-первых, вы знаете, кинотеатры сегодня генерируют 1 миллиард 200 миллионов выручки. И мы стали пятой в мире кинопрокатчиком в стране, в принципе, в мире и зарабатываем большие деньги. И это, с одной стороны, мешает какому-то спокойно жить, с другой стороны, часть вопросов просто реально не урегулирована. Не урегулирована в законодательной сфере. И таким образом все инициативы кинотеатров, которые мы обращаем к Министерству культуры, в том числе, они возвращаются к нам, к сожалению, вот такими законопроектами. После выпуска новостей, если не возражаете, мы буквально через минуту вернемся в студию. Ну что ж, снова возвращаемся в студию. Это Игорь Виталь и мои гости Андрей Терешок, Сергей Китин и Олег Иванов. Разговариваем о судьбе российского кинематографа. А, Сергей? То есть, действительно, вопросов очень много и кино надо помогать. Другое дело, что как помогать и действительно в этом отношении вот эти два законопроектора как раз приводят совершенно не туда и достигают обратного. Там еще третье есть, на самом деле, предложение, но я сейчас, прежде чем продолжим, попрошу наших радиослушателей 65 10 99 6, наш телефон, код города 495, или прямо на сайте finam.fm, звоните нам или пишите, если вы считаете, если вы знаете, как поддержать российский кинематограф. 65 10 99 6, код города 495. Еще запрет на производство иностранных фильмов на территории Российской Федерации. Это Литвинцев предлагает. Вот тут у меня уже возникает, как принято нынче в этих интернетах говорить, когнитивный диссонанс. Это он что хотел сказать? Ну, мы пытались выяснить на заседании это у него, но он на самом деле на прямые вопросы не отвечал. И, по-моему, Федор Бондарчук его впрямую спросил, скажите, кто вам написал этот законопроект? Не сами же вы вот это взяли и все придумали. Наверное, был какой-то человек, может быть, это ученый или профессор, который вам помог это создать. Он уходил от всех этих ответов. Это было очень забавно, что в какой-то момент оба инициатора взяли и просто растворились. Они не извинились, они там непоказательно хлопнув дверь и ушли. Они просто вот исчезли. И когда остались те только, кто находится на стороне того, чтобы эти законы не принимать, да, кинематографисты, мы посмотрели все друг на друга с таким искренним удивлением, потому что... Продолживая разговор между собой. А почему они так слились? А доводов нет просто. Я думаю, что сказать ничего. Доводов нет. Если это пиар, то это плохой пиар. Значит, они должны своих пиарщиков и помощников увольнять, да? Потому что... Я даже это популизмом не могу назвать. В общем, это в отличие от других законопроектов вообще разбивается в пух и прах. Мне кажется, это неуважение во всем. Это Андрей, да, прошу вас. Неуважение во всем, потому что даже ввел это собрание господин Говорохин, даже он удивился такому поведению. Ну, это просто неуважение, наверное. Хорошо, точнее, плохо. Давайте поговорим вообще о том, что сейчас происходит в российском кино и в прокате. Насколько я понимаю, вот вернемся на шаг назад. Поправьте меня, если я не прав. Но ведь действительно, качество российского кинематографа не фестивального. А масс-маркет за последние годы вот резко деградировало после подъема. Если мы говорим в среднем, то, наверное, да. Если говорить о том, что происходит буквально сейчас на наших глазах, то вот в этот уикенд вышел на экраны фильм «Метро». Метро, да, мне уже... Одновременно с возвращением героя, со Шварценеггером и так далее. И помил Брюсиков даже у нас. Метро совершенно нормально работает. По-моему, около 140 миллионов они собрали за первый уикенд. В отличие от московского метрополитена. Я думаю, у московского все тоже хорошо. Очень хороший результат. И спокойно выдержали конкуренцию. Отлично отработали. Хорошая картина. Прекрасный сарафан. Зрители идут. Никакая квота им не нужна. Вот интересно. Значит, я сейчас слышал прямо противоположные мнения. Одни сказали, что да, действительно, фильм очень хорошо и побил Брюса в прокате. Имеется в виду «Крепкий орешек». Пятый уже, по-моему, да? Ну да. Я запутался. Другие говорят, что типа фильм очень хороший, но почему-то провалился в прокате. Нет, пока он не провалился, он хорошо идет. Хорошо, да. Это злые языки конкурента, на самом деле, говорят. Я не разговаривал с профессионалами отрасли, они, видимо, просто завидуют. Ну, наверное, никто не ждал, что это будет миллиардник. Вполне соответствует своим ожиданиям. Хорошая картина. Но опять-таки, если говорить о тенденции. Олег, возникает вопрос, я задаю вопрос. Что происходит? Ведь упал российский кинематограф. Да, но есть исключения. Конечно. Исключения, как мы говорили в школе, подтверждают правила. Тенденция состоит в том, что постепенно наш кинематограф теряет долю в прокате и по посещаемости. То есть, мы ежегодно убеждаемся в том, что когда-то наше кино было там 29-30% по косовым сборам, а сейчас это 15%, и есть опасения, что когда-то это и до 10% может. Ой, они, кстати, как предлагают мерить? Простите, я перебью. То есть, 20% это там в кинотеатре идет 10 фильмов, из них не менее двух должно быть российских. По сеансам, да. То есть, по шту сеансов. По шту сеансу квартал, с 12 часов дня. Абсолютно статистически. Вот подумайте, что если у нас всего там 8 картин превышает миллион зрителей, то есть, вот 8-10 картин, которые выходят для массовой зрительской аудитории, то мы не можем, собственно, эту долю держать. То есть, я считаю, что нужно удвоить выпуск картин, которые адресованы массовому зрителю. Подождите, подождите, подождите. Я не очень понимаю. Значит, вот давайте приведем аналогию с какой-нибудь другой отрасли, с мясной, например. Вот есть некий продукт, который необходим. Даже не с мясной отрасли, человек там должен получать белки. Значит, тому там нужно мясо. Можно производить курицу, да, ну, как угодно. Можно свинину, да. Можно чуть дорогую говядину, которая у нас в стране убита. Да, в принципе, без говядины можно обойтись, как говорят представители отрасли. Давайте ее закупать. Почему мы должны поддерживать то, что неконкурентоспособно на рынке? Ну, неконкурентоспособно. Есть отдельный, есть дорогой продукт, там, фестивальное кино, условно говоря, пироженки, да. Население не питается, ну, по идее, там, да, элитными пироженами за 3 тысячи рублей. Почему мы должны поддерживать их, либо поддерживать неконкурентоспособный продукт? Я вообще про поддержку не сказал ни слова. Я сказал, что для того, чтобы наши доли... Коллеги сказали, надо поддерживать. Надо поддерживать российских... Было, Андрей, было, Сергей, было. Мы готовы. Все, да, два против одного. Нет, дайте Олегу договорить, что мы все время его забиваем. То есть, получается, что мы мало производим. Для того, чтобы производить больше, и чтобы это было конкурентоспособно, нужно, чтобы кроме государственных денег в этом направлении работали частные деньги. А зачем он, если не окупается, киню? Государство должно своими деньгами создавать условия, то есть, страховать частные деньги, таким образом, чтобы... А государство вообще зачем должно поддерживать... Еще раз. Олег, вот сельское хозяйство, я понимаю, да, там, в Европейском Союзе поддерживают сельское хозяйство. Можно об этом спорить, стоит или нет. Кино – это серьезная область культуры, и поэтому нельзя с сельским хозяйством и со свиноводством сравнивать то, что связано с национальной традицией, с ментальностью, с производством национального хода и так далее. Отлично. Посмотрите фильмы с производством государственного участия. Еще раз, я про пирожные сейчас не говорю. Они, наверное, необходимы. Да? Культура – это пирожные. Большинство российских фильмов, находящихся в прокате, вы можете их назвать явлением культуры? Это массовая культура, и на самом деле кино выполняет очень важную социальную функцию. Он позволяет людям отдыхать от того мира жизни, который в районе находится. И оно обязательно должно быть российским. Пусть это будет американское кино, прекрасная французская комедия. В отсутствие российского кино сегодня американское как раз выполняет очень серьезную функцию. Она, кстати, воспитывает наших зрителей в тот момент, пока, собственно, у нас нет собственных таких картин. Отлично. У нас французские картины есть, итальянское кино есть прекрасное. Как элитное, так и массовое. Игорь, вы сейчас договоритесь до того, что вообще не нужно российское кино. Дело в том, что любая страна, кроме мирового кино, которое производится Голливудом, сохраняет свое национальное кино хотя бы в процентах 8, как в Испании, или 30 процентов, как во Франции. Безусловно, потому что французы поддерживают свой рынок, но там есть что поддерживать. Дело в том, что есть картины, если мы говорим про метро или про какие-то другие, которые вызывают массовый спрос зрительской аудитории. То есть наши зрители ждут нашего кино, они с удовольствием идут на те фильмы, которые им нравятся. К сожалению, просто фильмов таких мало. Отлично. Вот пусть они платят за эти фильмы, они окупаются. Государство здесь при чем? Я не очень понимаю, я не знаю, поправьте меня, если я не прав, участвовало ли там государство деньгами в «Джентльменах удачи 2», но если кому-то это нравится, пусть они идут в кино, пусть они окупают своими деньгами. Но если государство за свои деньги частично или полностью начнет это снимать, я, наверное, в очередной раз скажу, что пора валить. Не, ну мне кажется, если мы сейчас перейдем к категории «нравится-не нравится», а это «не нравится-не нравится», просто я не понимаю, зачем? Массовые продукты, естественно, имеют право на существование, только в честной конкурентной борьбе. То есть он должен быть самоокупаемым. Самоокупаемым. Не надо мне рассказывать, что фильм «Джентльмены удачи 2», в отличие от первого, несет какую-то нагрузку, доброту, социальную функцию. Не надо. Пусть ради бога существует, пусть частный капитал вкладывается, пусть частный капитал плачет, если этот фильм не окупился, или радуется, если он окупился. И таких фильмов миллион. Вот если вы мне скажете, что лозницу не надо поддерживать, вот тут я уже возмущусь. Вот можно я другой пример? Я приведу пример. То есть еще раз, мы только что совершенно правильные вещи сказали. В принципе, они обсуждаются в нашей среде, и они так сегодня и звучат. Мы говорим о том, что Министерство культуры, может быть, должно получать финансирование на производство тех фильмов, которые являются социальным заказом. Вот. Социально значимыми. А остальные фонды, например, фонд кино, должен получить бюджет для поддержки как раз предпринимательской инициативы наших российских продюсеров по производству тех фильмов, которые должны на возвратной основе, может быть, создавать им возможность инвестировать деньги в эти фильмы, но должны возвращаться. И на самом деле ведь деньги, которые просто вброшены государством в эту отрасль, они развращают отрасль. Это гонорары артистов. И еще являются коррупционным источником. Они поднимают стоимость павильонов, стоимость цвеночного процесса, они поднимают гонорары. И это означает, когда приходит нормальный продюсер за свои деньги снять российский фильм, он уже не может. Гонорары другие, себестоимость другая. Так вот, а теперь давайте поговорим все-таки, а зачем нужно поддерживать российское кино? Можно я приведу простой пример? Я не сторонник этого закона. Я считаю, что закон полный идиотизм. Это просто мой вопрос, как зрители, зачем поддерживать российское кино? Я хочу вам объяснить, как зрители, как патриотов... Законопроект, слава богу, да, незакон еще. Это незаконопроект. Мы говорим сейчас о необходимости поддержки кино. Вспомните фильм «Мухнем на Луну». Помните замечательный детский фильм, где какие-то мышки летят в космос и в конце концов вместе с космонавтами попадают на Луну. И мы видим американский флаг со звездами, гимн. И у зрителя слеза наворачивается от такого акта человеческого мужества. Люди, попавшие, наконец, на Луну. И, на самом деле, вся эта история хороша и умилительна. Но мы забываем о том, что... А забыли... Кто такой Юра Гагарин? А мы забыли, что, на самом деле, Россия. И у России должен был появиться фильм, хороший, может быть, даже сделанный по социальному заказу. Отлично. Вопрос в студию. А о том, что, на самом деле, в космос взлетел, на самом деле, первый наш космонавт. И вот этот фильм должен быть за господержкой. Сергей, извините, я как зритель тогда спрошу. Вы Армагеддон помните? Замечательно. Пьяного космонавта, который там на станции взрывает. Помните, там еще в конце храбрые негры, умные евреи обнимаются. Говорят, not bad. И президента хлопает. Молодой такой симпатичный президент. А русский погибает, потому что им можно пожертвовать. Not bad. Нет, там русский, по-моему, не погибает. Погибает. Не помню, сейчас неважно. Коэффициент кассового успеха. Помните этого фильма? Да, безусловно. Ну, замечательно. Тогда пусть Бекмамбетов перестанет маяться тем, чем он мается сейчас и снимет фильм про Юрия Алексеевича Гагарина. Такой, чтобы он собрал в кинотеатре, так, чтобы мы прослезились от гордости. Он же может. А вы знаете, была такая старая поговорка. Хочет, но не может импатит. Может, но не хочет сволочь. Вот эта дихотомия мне не нравится. Пусть снимают. У нас есть режиссеры. У нас, в конце концов, есть великий Никита Сергеевич Михалков. Великий в прошлом. Ну, пусть они как-то снимут фильм про Гагарина. Я же ничего против этого не имею. А государство вполне может поддержать бесплатные рекламы по федеральным каналам. Согласны мы все. Чего вы за всех-то говорите? Я думаю, что если, называется, пусть снимут фильм про Гагарина, все, и мы готовы прокатать этот фильм и сделать все, чтобы российский зритель его увидел. Вот в чем наша, как бы, миссия, и мы это делаем. Мне не нравится тема такой открытого рынка, такого Галимова, потому что вопрос состоит в очень простой вещи. Олег, мне не нравится, когда про бизнес сразу говорят, как про миссию. Понимаете, у нас миссия, выясняется, у всех есть. У ритейла миссия, понимаете? Ритейлеры считают, что они несут в себе особую социальную нагрузку и миссию. Кинотеатры считают, ребята, у вас есть бизнес, слава богу, Мазлтов, как говорят в Израиле, мы за вас рады. Но не надо это социальной миссией обзывать. Нет, я сейчас о другом. О том, что мы сравниваем иностранные фильмы и наши, но мы не понимаем, что для любого иностранного фильма меньше 10 миллионов долларов производственный бюджет – это low budget. Любой отечественный фильм – low budget. А если говорить о том, с какими картинами им приходится конкурировать, это мировое кино, которое имеет высочайшие бюджеты, имеет в качестве прокатной площадки весь мир. И естественно, что окупаемость этих фильмов, она не ставится под сомнение. После выпуска новостей, Олег, если не возражаете, вот буквально через минуту вернемся в студию, не забудьте, о чем мы собирались поговорить. Ну что, возвращаемся в студию. Парадокс с Игорем Витлем, Андреем Терешок, Сергей Китин и Олег Иванов. У меня в гостях осуждают о судьбах кинематографа. Олег, прошу вас, я вас перевел. Я говорил о том, что, собственно, низкобюджетные наши российские картины в этом смысле в неравных условиях с западными голливудскими произведениями, потому что это как бы несопоставимые вещи. И тут возвращаемся к вопросу, а нужно ли вообще российское кино и почему, да? То есть как вообще ему выживать в этих условиях? Отлично. А заваливать его деньгами государственными – это не вопрос. Нет, а давайте сделаем льготные условия для чатного инвестора, например. Вот просто частный инвестор, который готов идти в кино, государство с ним вступает в такое ГКЧП – государственное частное партнерство, да? И предлагает ему льготные условия. Это я понимаю. Государство не участвует, возможно, в прямую деньгами, но как-то там компенсирует часть процентной ставки, например, на получение кредитов в банках. Гарантирует банкам что-то. Игорь, абсолютно правильно. Дело в том, что именно такая схема сейчас и реализована в фонде кино, вот начиная с нынешнего года. Там пять примерно или шесть разных механизмов, включая компенсацию процентной ставки. То есть фонд, в данном случае, будет выступать не как Министерство культуры, которое раздает деньги безвозмездно, а будет выступать в качестве экономического агента. Это совершенно другая функция. Это создание инвестиционного климата, это развитие тех проектов, которые будут оказываться успешными, и тем самым стимулирование лучших тех, которые способны производить кино для массового... Вы знаете, я тут сейчас выступлю с другой стороны, не как зритель, а как человек, который снял, как продюсер два документальных фильма, один из которых собрал все мысли, мы призывали, второй сейчас взяли в Каны. Безусловно, вот документальному кино нужна поддержка государства. Опять-таки мы не просим денег. Но возможность хотя бы закупки со стороны каналов, социально значимое кино мы снимаем, важное документальное кино, неразвлекательное. И мы сталкиваемся с тем, что... Со стороны, кстати, не то, что нет никакой поддержки. Естественно, мы работаем в убыток. Там нет, поддержка была, безусловно, у нас был грант от Министерства кинематографии, но это деньги, которые даже близко не окупают стоимость. Давайте создадим для инвесторов, для продюсеров какие-то льготные условия. Давайте тогда предложим Железняку, вот вложим ему это в уши. Пускай идет. Андрей, правильно? Конечно, правильно. Дело в том, что надо разделить все-таки. Если мы начали говорить о поддержке создания кино, это, наверное, все-таки там с продюсерами лучше поговорить. А мы обо всей цепочке говорим. Хотя мы обсуждали на круглом столе, вся сумма поддержки фондом кино сравнима с бюджетом одного блокбастера американского. То есть мы там сидим и делим деньги одного фильма. Ну, хорошо, хотя бы столько. А вот, кстати, простите, на секунду перебью. Олег говорил о том, что там огромная, у голливудских блокбастеров, огромная площадка по всему миру, да? Ну, конечно. А наши же тоже, там, Бекмамбетов снимал что-то в Америке. Это вообще как судьба? Ну, то, что он в Америке снимал, это уже, наверное, не совсем наше. Ну, неважно, но оно разошлось по миру. Наши картины не расходятся. Наши, да. То есть то, что производится в России, точно так же, как не сильно расходится испанское кино, точно так же, как не сильно расходится индийское кино. Ну, насчет индийского этого и погорячились. Там есть серьезные сборы за границей. У скольких фильмов? Ну, у Болливуда есть свои ценители-извращенцы. Тем не менее, в любой стране существует только два сегмента. Первый — это голливудское кино, и второй сегмент — это национальное кино. За долю национального кино все бьются разными формами, там, создавая какие-то преференции и так далее. То есть идея «Железняка», она примерно оттуда же. Другое дело, что... Только запретительными мерами. ...неправильная аргументация. И административные меры, которые сейчас могут рынку только повредить, вместо того, чтобы сделать мягкую такую, знаете, поддержку, которая действительно помогает развитию, нежели чем восстанавливает. Ну, мне кажется, мы об этом и говорим. Мы сейчас все понимаем, что экранов мало в стране. И уже отчасти из-за этого конкурировать с фильмами тяжело. Если еженедельно на экраны выходит порядка десяти фильмов, то эта конкуренция огромная. И нашим фильмам как-то надо ее выдерживать. То есть вы считаете, нужно увеличивать количество экранов? У нас в среднем в стране там большинство кинотеатров, по-моему, двухзальных. И как их расписывать, извините, когда выходит десять фильмов? Не знаю. Вот это самая большая проблема. Поэтому, как минимум, нужно не тормозить многозальных кинотеатров, которые позволяют более широко программировать его. И там найдется место и российским фильмам, и итальянским, и французским. И найдется место на третьей, на четвертой, на пятой неделе. А платежеспособный спрос. Ну, вот представьте себе убыточные дотационные регионы. В них вы строите многозальные кинотеатры, ставите цену на билеты, которые в Москве кажутся смешной, а в регионах, в определенных, люди не могут себе это позволить. Ну, естественно, когда строится кинотеатр в регионе, мы изучаем аудиторию и понимаем, почем можно продавать билеты. Мы, в общем, делаем это для того, чтобы зарабатывать. Конечно. Еще одно. Андрей построил Сыфтыкаре, мы построили Вологде, мы построили Сургуте, построили Белгороде. Но знаете, вот в Сургуте могут себе, уверяюсь, заплатят больше, чем в Москве. Там хороший регион. Вопрос в другом. То, что, еще раз, кинопрокат сегодня является драйвером окупаемости для российского кино. Российское кино смотрит российский зритель. У нас сегодня охвачено кинопрокатом 57% населения. Это означает, что если государство и хочет помогать киноотрасли, потому что считает это все-таки своей задачей, и считает, что наши зрители должны в том числе воспитываться на этих социальных фильмах, то это означает, что единственной базой, которой кинопродюсер сможет окупить свой фильм, он должен его показать нашему зрителю. А показать зрителю окупить фильм быстро – это кинопрокат. Это единственный способ, потому что все остальные... DVD у нас в России, вспомните, не работает. Это пиратская DVD. Интернет – это тоже полностью убытки, которые еще пиратством только умножаются для продюсера. И поэтому кинопрокат – это быстрый возврат средств. И поэтому то, что вам не нравится – миссия, но тем не менее вы слово «миссия» при упоминании документального фильма вспомнили. Так все-таки миссия построить в малых городах – это наша миссия и цель. Вы сейчас резко, извините за выражение, передернули колоду, потому что я о миссии кинематографа говорил, а о миссии прокатчика я не говорил. А миссия прокатчика – мы драйверы. У продюсера не будет интереса вкладывать фильм, если он не имеет российских кинотеатров. Ой, а расскажите мне, Сергей, еще один такой момент. Просто вы вступили на мою любимую тему пиратства, Олег знает. Я по ней люблю туда-сюда кататься, и я как раз идеологический пират. Не потому что я поддерживаю воровство, а совсем по другим причинам. Я считаю просто, что люди, которые скачивают, они бы в жизни не пошли в кино и за это не заплатили. Поэтому убытка они вам не наносят прямого. А вот некие производители говорят, что как раз воровство в прокате, за счет отсутствия электронных билетов, единой электронной системы, оно чудовищное. И что вот на этом теряется денег гораздо больше, чем ущерб от пиратов. Это правда или нет? То, что 70% контента в мире снято пиратство в России, это факт, который антипиратским агентством сегодня подтверждается. То есть даже если фильм в Испании, пиратский DVD распространяется, то это, как правило, экранка, снятая в России, а наложен испанский звук, и DVD продается в Испании. Это парадокс. Вы когда последний раз видели пиратскую копию, снятую с экранки? Очень много. Их мало. Их мало, но тем не менее они есть. Вот фильмы, которые выходят в DVD-качестве сразу, одновременно с выходом на экраны, я видел, а вот экранка исчезла практически. Ну, тем не менее она присутствует. Спрос на нее очень маленький. Ну, извините, если можно любой фильм посмотреть вот в экранном качестве ВКонтакте, пожалуйста, боритесь с этим, чего не боретесь. Да мы с удовольствием поборемся. Проблема в том, что сегодня законодательно с пиратами, во-первых, бороться невозможно. Мы неоднократно ловим одних и тех же пиратов. У нас в многих кинотеатрах просто известны и висят фотографии пиратов. Мы их не единожды, а подважды сдаем в милицию. И милиция не возбуждает даже уголовного дела. Но правильно, потому что милиции их и крышуют. Мало того, что их крышуются, чисто формально наш законодатель, вот как раз бы творчество вот этих наших законодателей вот в полезное русло бы направить, да. И это говорит о том, что милиция, получая этого человека, говорит, что невозможно доказать, что он пытался продать или создать пиратский контент. Он для себя записывал. И поэтому уголовных дел не появляется. А это означает, что, ну, по сути дела, государство расписало свои беспомощности по борьбе с пиратами. Вы знаете, я в свое время в одном из московских крупнейших торговых центров, в котором, кажется, и находится синемопарк. Говорю, владельцу крупный человек, у него там часы именные от Путина есть. Я говорю, слушай, а как так получается, что у тебя наверху вот легальное кино, а внизу стоят люди, которые торгуют левыми DVD. Он говорит, ну, мы ничего с ним поделать не можем. Решивают милиции. Так что борьба с пиратством в данном случае тоже нефига. Но вернемся к нашей теме. Так все-таки мне очень интересно, что такое запрет на производство иностранных фильмов на территории Российской Федерации. Андрей, вы это как себе видите? Это была очень такая веселая тема, обсуждаемая на круглом столе. Вроде как очередь, никто не заметил. Вот из жаждущих снимать у нас здесь в кино приводились очень интересные примеры, что, например, там компания Fox, 20 век Fox, хотела снять того самого пресловутого «Крепкого орешка» в Москве. Там все действие происходит в Москве. Но по соображениям дороговизны уехали в другую страну снимать. В Москве не было ни одного кадра снято. То же самое было перед этим, по-моему, с Томом Крузом. А что тогда запрет вы узнаете? Во-первых, у нас есть рядом Украина, у нас есть Белоруссия, где снимаются в том числе и наши сериалы. Вот именно поэтому все наши продюсеры возбудились на эту тему. И такое было непонимание этой строки законопроекта, абсолютное непонимание. Приводились к примерам, как страны, наоборот, поддерживают эти вещи. У нас радиослушатели возбудились, что это очень странное письмо. Все правильно. Такие, как Потапенко, это, видимо, имеется в виду наш постоянный гость и бывший ведущий, финанс, Дмитрий Потапенко, построили инфраструктуру для импорта продуктов питания. Эти инфраструктуру для Голливуда. А потом рассуждают, что им еще государству денег должно заплатить. А мы, собственно говоря, не просим. А вот давайте тогда еще раз по Голливуду пройдемся. То есть как раз круглый стол и депутаты, которые внесли этот закон, они говорят о том, что работаем на Голливуд, мол, и плохо это. Так еще раз мы попытались уже объяснить, что на самом деле, если говорить про голливудский контент, которого существует американский правообладатель, например, то 50% выручки, которые здесь кинотеатры российские продают как билеты, оставляет кинотеатр. Это зарплата, это выплаты юридического лица, это налоги, которые оставляют кинотеатры. Дальше 18% с той суммы, которую получает наш дистрибьютор, а это опять-таки российское юридическое лицо, это НДС, которое он уплачивает. Дальше с этих остальных сумм он платит порядка 20%. Уходит на содержание инфраструктуры, на тиражирование копий, на рассылку и заключение договоров с кинотеатрами. И таким образом по сегодняшней ситуации, по заявлению UPI и в компании Fox 7% по итогам года они отчисляют правообладателям за границей. 7% всей выручки. Таким образом, 93% всей выручки остается в России. Из этой выручки зарабатывают те юрлицы, которые размещают рекламу, распространяют, показывают, и в итоге это все облагается налогами и остается в России 97% этой выручки. Дальше я бы хотел еще одну вещь сказать, что на самом деле во всем мире сегодня проходит такая революция цифровизации всей страны, так сказать, всей Европы, всего мира. То есть кинотеатры переходят на цифровую проекцию. И в этом отношении нужно говорить о том, что во всех странах, вот в Европе в частности, 80-90% этого финансирования берет на себя государство. В нашей стране помощи от государства по переходу на цифру частные компании и кинотеатры не получают. А зачем это государству? Государству, потому что, еще раз, если мы сегодня имеем 3000 экранов, то если со следующего года на рынке будет существовать только цифровой контент, мы потеряем порядка на сегодня 40% экранов. Потому что пленочного контента не останется. Так это же ваша проблема, а не государственная. Послушайте, это не совсем не государственная проблема. Андрей Черешок, да, перехватывает слово. Это те же налоги. Дело в том, что государство, как мы уже говорили, помогает снимать фильмы, дает бюджеты и так далее, в том числе на производство копий. Надо понимать, что тысячи долларов, которые стоят копии, ну, условно, да, там, примерно такие суммы реальные, это выброшенные деньги. Это тысячи долларов государство заплатило за производство копий виниловой. Вместо того, чтобы сделать это все в цифре. И все, прошла неделя, ее выбросили, и все. Тысяча долларов, наше богатое государство может себе, наверное, на это позволить. А кто выбрасывает, кстати, я бы подобрал. Подобизируют, да? Все режется. А, еще режется, да? Все режется. Я бы подобрал, сделал бы себе домашний кинотеатр, сидел бы, как Брежнев смотрел. Вот, мне кажется, уже поэтому было бы здорово. Это, во-первых. А во-вторых, мы говорим о логистике, о возможности доставлять контент в самые отдаленные регионы. Вы представляете, как сегодня... Ну, так хорошо, а вы бюджет примерно... Представляете себе, что должно дать государство на то, чтобы вы пришли цифры? Сколько? Очень небольшой. Ну, порядок. Я сейчас не помню точно цифры, но прям... Ну, это миллион долларов, сто миллионов, миллиард долларов. Ну, я думаю, там... Примерно 10 миллионов долларов. Я думаю, что 10 миллионов долларов государство может себе позволить, вместо того, чтобы маяться... Мы обращаемся за этим уже, наверное, года два-три. А вы железняка как-то это самое? Мы железняка гудили в первый раз, в общем. У нас есть наше родное министерство, куда мы постоянно обращаемся. Но после выпуска новостей буквально через минуту в студию вернемся и продолжим разговор о российском кинематографе и кинематографе вообще. Ну, что ж, мы выруливаем на финишную прямую. Это последнее наше включение в этом часе. Это Игорь Виттель и Парадокс с Игорем Виттелем. Пишите нам на finam.fm или телефон 165 10 99 6, код города 495. А я с моими гостями, у меня в студии Андрей Терешок, Сергей Китин и Олег Иванов. Обсуждаем судьбу кинематографа. А теперь я вам предлагаю вот коротко, каждый из вас, по полторы минуты, рецепты для того, чтобы сейчас и с производством, и с прокатом, и со всем остальным в области кинематографа в стране стало хорошо. Что нужно сделать? Такой манифест. А февральские тезисы такие. Взбирайтесь на броневичок по очереди и поехали. С Андреем начнем. Давайте. Хорошо. Я думаю, что с точки зрения кинопоказа, кинопроката, надо стимулировать дальнейшее развитие роста числа кинозалов. Для этого, может быть, обеспечить доступ к более дешевым кредитным ресурсам, возможно, дать какие-то государственные гарантии по ним и так далее. Второе. Это цифровизация. Третье. Жесточайшая борьба с пиратством. И четвертое. Это, я бы все-таки назвал, чуть-чуть поправить образ российского кинематографа. Хватит говорить, что это какое-то постоянное воровство и так далее, и так далее. Это на самом деле не соответствует истине. Это кто говорит, что это постоянное воровство? Ну, даже вы сегодня упоминали, что в кинотеатрах воруют. Я и говорю, что это фон. Это производители говорят. Я это исключительно то, что от них услышал. Я же это, знаете, у Бродского был, а третий знает, что он сам лишь рупор. Вот я рупор. Они говорят, я вам транслирую. А это ваше дело сказать, так или нет. Опять, а вот рупор не заткнуть. Я уверен, что это не так. Но для прозрачности, я думаю, что все сети кинотеатров целиком поддерживают инициативу по абсолютно прозрачной отчетности. И электронному билету. И электронному билету. Никаких противопоказаний к этому нет. Просто это должна быть нормальная стройная рабочая система. То, чего сегодня, к сожалению, тоже нет. Последний наводящий вопрос. Если это порядка 10 миллионов, неужели прокатчики вместе с производителями могут как-то скинуться вместе? Сумма-то ничтожная. Ну, пока, как вы видите, скинулись только кинотеатры и сделали половину залов в России цифровыми. Вот вам ответ. Олег, ваши рецепты. Ну, чтобы не повторяться, я про кинопроизводство. Все-таки от двух, получается, основных субъектов зависит, что там происходит сегодня. Во-первых, от продюсеров с режиссерами, а во-вторых, от государства. Это основные игроки, от которых зависит, что, по сути, мы смотрим на экранах кинотеатров. Так вот, с точки зрения продюсеров или режиссеров, мне кажется, основной рецепт состоит в том, чтобы они наконец увидели, услышали, поняли зрителя, разглядели его и таким образом настроились на зрительскую аудиторию. Потому что нельзя снимать фильмы сегодня для массовой аудитории, считая, что ты абсолютно прав и что зритель тебя должен найти, понять. То есть нужно слышать зрителя, настраиваться на него, и здесь должна быть обратная связь. Мне кажется, сегодня ни продюсеры, ни режиссеры, ну, так в большинстве своем, не очень чувствуют зрительскую аудиторию и для нее не снимают. Второе. С точки зрения государства, мне кажется, что государство сегодня неэффективно использует средства государственной поддержки. Их нужно использовать точно, их нужно направлять туда, где они действительно нужны и могут работать, и над этим еще очень серьезно нужно работать. А вот как, объясните мне, пожалуйста, кто должен решать? Понимаете, большинство вот этих советников при государстве, институт советников, в каком бы в своем виде он не был при государстве, все, что связано с распределением денег, это не только в кинематографе, это везде, приводит в основном к различного рода коррупционным схемам, как мы с вами прекрасно знаем. Есть такое правильное слово, экспертиза. Вот, мне кажется, нужно когда-нибудь государству, если оно хоть как-то заинтересовано в производстве нормальных фильмов, такую экспертизу создавать и все, что связано с отбором, ну, то есть вот с отбором фильмов на государственную поддержку, там должна работать экспертиза профессиональная, неангажированная, ну, то есть я сейчас рисую идеальную схему, которую, может быть, сложно представить, что она появится в течение месяца или года, но просто к этому нужно идти, и во всех европейских странах, по-моему, по этому поводу существует великолепный опыт взять Польшу, взять Францию и другие государства. Это требует определенной настройки всей этой системы, но шаг за шагом, при наличии воли, при наличии желания сохранить наше российское кино, это необходимо делать уже сегодня. А вот вы говорите, что не слышат продюсеры, зрители, например, известный продюсер Сильянов, да? С Балабановский продюсер. Ну, не только Балабановский, да, но вы знаете... Я бы не сказал, что Сильянов не слышит. Мне просто интересна судьба в прокате сейчас последнего фильма «Я тоже хочу», да, Балабановского, и аналогичная судьба в прокате другого фильма, под названием «Словей разбойник». Вот они как, удались, не удались в прокате? Не с точки зрения творческого, а именно по коэффициенту «Кассу успеха». Мне кажется, можно сказать, что посещаемость фильма хороша тогда, когда больше миллиона зрителей его в кинотеатрах посмотрело. Еще лучше два или четыре, там, четыре миллиона — это фильм «Высоцкий», а 10 миллионов — это ирония судьбы продолжения, это вообще абсолютный рекорд в России. Те фильмы, которые вы сейчас назвали, ну, вряд ли они до миллиона поднимутся, может быть, они окажутся на уровне 400 тысяч зрителей. А значительное количество фильмов, которые выходят в Россию сегодня, всего выпускается 80 примерно картин в год. Российского производства. Да, и значительная часть из этих фильмов оказывается ниже 100 тысяч зрителей. Здесь, ну, это катастрофическая ситуация. То есть огромное количество фильмов, которые выпускаются, в кинотеатрах зрители не видят. Они могут о них услышать, может быть, как о бартхаусном кино после фестивалей, но значительная часть картин остается вне зрительства. Масс-маркетное кино, там, я не знаю, «Мамы» те же, «Мамы» в-то я не очень следил. «Мамы» больше миллиона зрителей собрали. «Сильянов» со своей же анимацией. Очень хорошо работает. Анимация «Сильянова» работает на уровне фильмов Бекмамбетова. Ну, то есть это зрительское кино. Но это отдельная история уже анимации. Я думаю, что мы отдельную передачу посвятим. Сергей. Ну, безусловно, я считаю, что кино надо помогать. Российское кино нужно тоже создавать. И просто нужно не забывать о том, что, во-первых, на то кино, которое государство считает необходимым финансировать, нужно, опять-таки, требования окупаемости все-таки оставлять. И это означает, что фильмы не могут создаваться просто на деньги, которые ухнут в никуда. И поэтому нужен контроль и возвратность. Вот, это очень важный момент, да. И если дальше говорить об этом, то я просто, зная состояние окупаемости российского кино, говорю о том, что российскому кино для окупаемости не хватает именно количества проданных билетов. И еще раз моя основная мысль — это то, что нужно поэтому развивать кинопрокат. Кинопрокат нужен для того, чтобы создать инструмент возврата средств российским продюсерам. Это и будет основная помощь. Дальше. Для того, чтобы российскому кинопрокату помогать, нужно понимать, что кинопрокаты испытывают проблемы в переходе к городам маленького масштаба от 100 до 300 тысяч. И тогда нужно понять, что даже если государство вложит огромные деньги в создание кинотеатров в этих городах, то бизнес-модель, окупаемая сегодня для этих кинотеатров в этих городах, не существует, не хватает зрителей, чтобы купить те затраты, которые у кинотеатра возникают естественным способом. И это означает, что даже вложив огромные деньги в создание этих кинотеатров, они через год обанкротятся. Они обанкротятся и если государство их построит, и если мы, частные инвесторы, построим, например, и частные кинотеатры, они точно так же обанкротятся из-за того, что не будет хватать выручки для окупаемости всех затрат. Поэтому для этих кинотеатров, если государство считает важным донести до 47% вот этого населения и охвачено кинопроката киноискусства, в том числе российской, то это означает, что нужно создать естественные бизнес-процессы, которые позволят купить это оборудование, потому что оно всегда иностранное. То есть, например, нужно, может быть, даже не донтировать кинотеатры, но создать для тех кинотеатров, которые будут строиться в этих городах, систему, например, ослабления по таможенным пошлинам. Например, навоз иностранного оборудования. Например, навоз оборудования IMAX. А это, понимаете, 15% таможенной пошлины и 18% НДС. Это вот такие стоимости накручиваются на этот продукт. Государство один раз не потеряет даже эти деньги. Дело в том, что если не дать эту льготу, кинотеатр там не построится. Если дать эту льготу, то построится новый кинотеатр. Государство, в виде налогов, вполне полный. Правильно. То есть, понимаете, государство и так бы не получило этих таможенных платежей, а так они получат. Отлично. Послушаем нашу... Одну секундочку. Я хотел бы послушать нашего радиослушателя Ивана. Он давно уже томится на линии. Иван. Алло. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос, конечно, будет относиться немножко не по экономической части, но все же как бы интересует. Кто придумывает название к фильмам? Скажем так, у нас есть, я знаю, пиар-компании, которые переименовывают зарубежные фильмы под русский лад. Так, например, вот фильм «Начало» переименовали как «Начало», хотя изначально он идет внедрение. Я с вами согласен. Вы знаете, Иван, а я еще к вам присоединился и спросил, где берут переводчиков, которые переводят фильмы, особенно сериалы, которых надо за непрофессионализм выводить корву и какое времена товарища Сталина расстреливать. Потому что это даже не вон из профессии, это катастрофа. Спасибо, Иван, за ваш вопрос, Олег. Ну, это такой, видимо, риторический вопль. Ну, на самом деле, это делают студии. Я думаю, что к этому не имеет никакого отношения ни кинотеатры, ни наши продюсеры, ни государства. Это те мейджеры. А переводчиков-то кто берет? Переводчиков кто берет? Это вопрос в безобразном состоянии профессионального уровня вот этих вот персонал, этих компаний. Ладно, я когда уволюсь с радиостереведения, я перейду к вам переводчикам работать, потому что это единственное, что я умею, кажется, делать. Сергей, вы не договорили, простите. Да, я не договорил. Дело в том, что кинотеатры вот в этих маленьких городах, на самом деле, мало того, что они донесут, это наше кино российское, это ведь определенная занятость этого населения. То есть мы даем новые рабочие места, если, например, приходим туда. А это и есть миссия. Вы создаете новые рабочие. Красиво звучит, между прочим, и я с этим согласен. Зритель спрашивает, радиослушатели, почему мы должны помогать бизнесменам делать деньги на киноискуссию за счет наших бюджетных денег? Мы уже неоднократно ответили. Так мы не просим деньги на киноискуссию. Я уже на вашей стороне перешел, на темную сторону перешел, да, неожиданно. Мы говорим о том, что на самом деле, еще раз, кинотеатр будет в этом городе или не будет? Он будет платить налоги или не будет? Мы говорим о том, что, например, в законе сегодня по социальным отчислениям, по социальным платежам, которые платят любого рубля зарплаты, например, мы платим 30% налогов социальных. Но есть такая статья, которая четко говорит, для учреждений культуры эта величина уменьшается практически в два раза. Так на самом деле проблема в том, что когда Минкультуры подписывает вот эти законодательные акты, они его не читают. И оказывается, что, например, кинотеатр туда не входит. Он не является учреждением культуры на сегодня. И поэтому изменения... А как может считаться учреждением культуры место, где люди сидят, поедят попкорн, пьют пиво и ругаются матом? На самом деле это самый дешевый вид развлечения культурного досуга нашего населения. Согласитесь, что это лучше, чем если наши дети в компьютере, в интернете и тем более занимаются алкоголем. Я просто вижу не только деградацию профессиональную, деградацию зрителя как такового. Знаете, есть в Москве такой кинотеатр «Пионер», который всегда был центром такого якобы эстетского кино. А я вот в последнее время наблюдаю, как в этих кинотеатрах уже публика стала абсолютно другая. Опять-то попкорна там еще нет, но в общем уже все движется в том же направлении. Это деградация публики. И не только в России. Это и во Франции, это везде. Нет, там они уже просто скатились и уже дальше падать некуда. А мы в процессе. В Франции кинотеатры, которые показывают архаусное кино, скатируются государством. Каждый показ архаусное кино, скатируется. Архаусное кино это разные вещи. А все-таки там идет и широкий прокат просто на языке оригинала. Мы говорим о культуре, так это культура или нет? Архаусное кино, культура, вы это признаете. Мы говорим о том, что этому кинотеатру надо помогать. Безусловно, а тут я даже и не спорю. Тут я абсолютно с вами не спорю. На самом деле мы же все заодно, чтобы существовало больше кино хорошего и разного. Но у нас передача подошла к концу. Андрей Терешок, член совета директоров Формулы кино. Сергей Китин, Синемопарк. Олег Иванов, гендиректор Movie Research. Я Игорь Витаров.